Работы по консервации, сгоревшей три года назад деревянной Успенской церкви, начались. Напомним, долгое время объект федерального значения находился в ведении территориального росимущества. Средств на восстановление памятника деревянного зодчества 17 века или хотя бы на его консервацию не было. Все это время церковь находилась в том виде, в каком осталось после пожара. Только этим летом объект передали в собственность старобрядческой церкви. Владыка Ярославско-Костромской епархии признается, не принять святыню даже в таком виде просто не могли. Это церковь, это лицо города Иванов. И здесь нужна будет помощь не только с нашей стороны, со стороны верующих, со стороны церкви, но и со стороны власти города и области, а также всех людей, которые неравнодушны к этому памятнику. Предпринимателей, кто может жертвовать. Мы нашли средства община, собрала эти средства для того, чтобы законсервировать и сохранить хоть что-то для будущего. Но это предстоит очень большая, большая, большая кропотливая работа по восстановлению самого здания. Консервацию начали почти сразу, как только подготовили все необходимые документы. В случае с памятником культурного наследия это непросто. На сегодняшний день подрядная организация уже начала возводить деревянный купол, который будет защищать строение от осадков. Приведена площадка убранной, то есть головешки и все огарки, приведена более-менее хотя бы в рабочее состояние. И сейчас проходит процесс непосредственной консервации, то есть установка опорных конструкций, будут установлены стропила и временное окрытие. Ориентир, завершение работы на конец следующей недели. В деревянном коконе церковь сможет провести до трех лет. Как только епархия найдет нужные для реставрации средства, начнутся работы по восстановлению святыни. Когда это произойдет, пока неизвестно. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.